Марк Леннер, археолог. Он десятилетиями изучает это плато и каждый раз испытывает удивление. Здесь изумительно. Знаете, я занимаюсь этим 40 лет. Время от времени я останавливаюсь и оглядываюсь, и она не надоедает мне, как не надоедала и раньше. Изумляет то, как они это сделали, как организовали людей для этого, что она значит, что значило для них, что пирамида значит для нас. Перед ним некрополис площадью 300 гектаров с тремя огромными пирамидами, которые превосходно законсервированы. Но все приезжают увидеть самую большую из них, пирамиду Хеопсия. Это великая пирамида, наверное, единственной из семи дошедших до нас чудес света. До начала 20 века она была крупнейшим зданием на планете, занимает площадь свыше пяти гектаров, в стороны длиной 230 метров. Она возвышается на высоту свыше 146 метров над землей. Это настоящая безупречность в строительстве гигантских пирамид. Для тех, кто не был в Египте, так я вам прямо скажу, ведь я там тоже не был, и воду из Нила не пил. Было приглашение поучаствовать в 12-м годе в научной конференции касаемо прошлого древнего Египта. Но там грянула революция местного значения, и об этом все забыли. А посодействовать в этом тогда хотел мне ныне покойный председатель Раипа Воронов Александр, с которым я в то время состоял в переписке. Мужик порядочный, не стал ни с кем делиться моим высказыванием о том, что пирамиды есть не что иное, как технологическое оборудование каменной эпохи для производства чего бы вы думали? Воды! С этой древной идеей и собиралась выступить делегация из России от Раипа. Минуя еще мнение одной делегации из Российской Федерации Центра гипотологических исследований РАН, возглавляемой Беловой Галиной, что было, то было, что есть, то есть. Пароход уплыл по Нилу, воду из которого и тогда, и сейчас. Пить было себе дороже. И все это знают. К чему это я? Да к тому, что с этого было и надо начинать. Изучение пирамиды. То есть, изучение проблем местного значения. А что для Египта было тогда и сейчас проблемой? Вода. Вода. А то все муми, как макилы. Нет, дорогие. Вода. Вот что было в то время проблемой номер один для Египта. Чистая вода. А грязная? Рядом была. Но она уже до того была загажена, что пить из нее просто было страшно. Как и сейчас. Редактор субтитров Н.Александрова. вы уже догадались что показанные чуть ранее две фрески здесь не случайно этим я хочу сказать следующее если бы они хоть что-то прочитали на этих двух образцах древнего письма они бы знали в чем заключается со смысл строительства грандиозных сооружений и не морочили бы нам голову так последняя фреска является списком со стрелы из черного базальта кстати появилась она совсем недавно это стела ну там при раскопках очистки самого спинса и сейчас находится там где и стояло изначально все время между лапами обучего спинса на ней изображен более восьми картушек отчего сразу египтологами был сделан вывод о восьми фараонах принявших участие в строительстве пирамиды хеопса то есть по 20 лет на брата и уже 160 лет как вывод то есть хеопс начал строить пирамиду вроде под себя а лежать мне предстояло чуть не пра-пра-пра муху где логика я бы мог и сейчас повредит о том что на ней изображено но все это будет после того как окончательно разберемся с ацентами марка леннера и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для чего она была сделана? Для отстоя мутной воды, это пылевым осадом Он там отстаивался, после чего вода вычерпывалась И направлялась по желобу вниз туда Водосбору всей пирамиды Помимо всего прочего Существовала еще и другая система Немного уровнем пониже Где-то примерно 15 15 либо 20 метров Трудно определить Я не знаю, почему она была сделана И не использовалась Так вот эти уже водоводы Они направлялись в малую комнату Которые там же под большой То есть в верхней комнате Малая внизу находилась Которые опять же ошибочные египтологи Везде и всюду Представляют как погребальная комната Жены фараона Я просто еще раз напомню У фараона жен не было Это глупость Придуманная, ну кто Европейскими египтологами Не было у них Жен никогда Будет время Я расскажу почему Там же на камнях же все написано Вы думаете, что я просто Лапшу на уши вешу И говорю, что я ни черта не пойму К сожалению, все не так И для некоторых Это будет просто трагедией Итак, внизу существовала Камера, где сливался Вот этот весь водный конденсат И далее по водопроводу Куда вы думаете Направлялась эта вода? Мы не поверим В лапы Сфинксом В лапы Сфинксом И так поступает То есть вода шла Со всех трех пирамид Под Сфинксом есть Недавно обнаружили комнату В которой даже существует Такая Как бы колодезная система Так вот В эту комнату приходили Три водовода Или будем говорить Водопровода Там нашли в этой комнате Кувшин И веревку Веревку Старую Где-то там Три-четыре Тысячи лет Отрадом Вот Что еще Так получалось Что вся эта вода Собрана С трех пирамид Собиралась В этом колоде Наверное там Да Через день Как бы Рабочая Довольно Она прилично Собиралась С воды И она Использовалась По назначению Ну как он Наверное Этот Жрецы Как мне говорят Толковали Объясняли И Водой Пользовались Поили водой Чистой Свежей Хотя рядом Был Египет С его мутной Водой И Микробиологическим Бульоном Там Пить Было Нельзя Вот Такое Сейчас я вам Покажу Схемку Вы сами Где разберетесь Что я В данном Случае Хорошую Так сказать Вам Новость Принес Опять же Про наш Русский Язык Между Лапами Стынса Находится Черная Базалькова Клика Я уже Говорю Так вот Слово Стела Вообще Говорят Черная Стела А по Русскому Черная Стена Всего Одна Гукла Меняется Обратитель Веркается И все Готово Так она Называлась бы Черная Стена На которой Были Выбиты И Ероглицы Объясняющие Для чего Подстроена Пирамида Всем пока Всем пока Субтитры Субтитры